Конечно, видим же сам переплет такой. Книги все шанты, на сетной бумаге. Ну, что еще сказать? По определенной тематике, это вот, кто работает. Я миссионер, это как работают, вот ходят свидетели Ивовы, как с ними беседовать. Православный что должен отвечать? Это как учебники. В моем доме пришли там баптисты, сектанты, стали православными, стали батюшками. Это, конечно, очень редкий случай, но Бог сильен, так сделать. Мы ради Бога это все делаем. Значит, мы 367 примерно прошли. А это мое стихотворение, Игла, Игнать и Лавкин. Я просто говорю, переплетаю. А, это в мягком, это льняная основа, до 11-го, в мягком переплете. Дальше уже пошли в лавном переплете. Вот все. Я свидетелям Ивовым сразу говорю, я не общаюсь, отказываю, закрываю дверь. Благостаю вас Господь, и чтобы вы нас тоже вспомнили в молитвах, потому что у нас трудный путь. Мы прошли Крым, прошли ближе к дальней зарубежью. Германия, Польша, а везде и везде. А у нас тут вот церковь недалеко. А мы знаем, до церкви у нас особые просто, целая пачка подарили. Поэтому мы общаемся. Если желают, которые люди больше, бывает старой веры, старобрелцы. Это вот за 180 лет, что было сказано, как самое доброе друг от друга принять. Это не просто от какого-то вымысла, а это что говорит нам Господь. Эти книги без приглядов глаза сказаны. Они на целое столетие, как говорят, опережают время сегодняшнее. То есть кто? Президент, патриарх. Бог сказал. А для Бога это наша ложь, тоже все ничего не значит. Это все тлено-прах. Какой уж Сталин был, какой Гитлер, нигде никого нету. Прах и тлено, только память одна. А на суд Божий предстать придется всем. Как я написал, есть Божий суд на перстнике о развратах. И вот Библия, вот здесь об этом говорит. Вот где считать придется, видите, жирным курсивом, вот, черт, это из Библии, местописания. Я говорю, допустим, студентам, или, знаете, милиции, везде. И ссылаемся на Священное Писание, чтобы установить авторитет Божьего Слова. Через Божье Слово Бог возрождает души. Касается духом святых. Бог дал нам веру. А эта вера сбегает горы. Вот у меня, мы думаем быть в Азербайджане, мусульманами. Видите, им все это рассказывают, приглашают люди. Совершенно не нашего круга даже. Вот отдельно. Я хотел показать вам, какое его издание. Это 240 цветных иллюстраций. Лучшего иллюстратора Библии Гестава Дорет. Это вы сами расспросили. Скажите, а как оценивать эти книжки? Оценивать как? Оценивать? Ну, вот это все вместе 750 евро. Ага, это надо что-то. 750. Вот это отдельно выделяется под раз 75. Если это раз меньше. Нет, там... Вот так. Это в списке, там просто написано количество... Это старое-старое, которое показали. Да, но я и сумма. Вся сумма. 29 тысяч рублей, кажется. Ага. Когда вы зайдете на, которое мы показали на сайт, то на сайте там насчитано моим голосом 50 книг. Их нигде в мире больше нет. Я в свое время был неоднократно политзаключенным за Слово Божие я нес. Поэтому моим голосом насчитана там Библия, архитиллах Булах, златоуст 12 томов, жития святых. Ну, как тебя звать? А ты найди своего святого и там послушай. Где она у меня здесь? Для Слово Божие нетусь. Подожди, а вот она. Вот эта книга, она является как бы ключом к остальным книгам. Начинаю с моей биографии, а дальше я начинаю в детском лагере. Все это в снимках показывают. И все дети стоят. Вот отдельно. Отдельно просто документы. Вот. Это как у нас. Вот Виктор Николаевич, вот он снимает. Это он идет с детским лагерем. Без помощи государства тысячи детей подняли. Этого нигде нету. Каждый думает о себе. А ты подумай о том, как ты на Слово Божие пристанешь. Вот. А это вот я иду арестованный. Это святы летят. В 86-й год. А в 87-м 210 политзакрещенных одновременно всех освободили. Ну, то есть. Соответствующие льготы теперь невинно приследуются. Меня 26 лет преследовали. И Господь дал огромный опыт. Вот я был в Америке выступал. Программы вел. Людям указать на Христа. Как с Богом жить можно? Встаем утром. Молитва. Ложимся. Ну, поехали. И всех просим. Помолитесь. Молитва нас сближает. Мы первый раз другую выведем. Последний раз. Но в Мэйлу, если вы войдете осенью, я в сентябре должен быть дома, то там увидите свои фотографии. Мы там все это выясним. Как мы проехали. Какое было благословение. Какие-то... Ну, все же это живые люди. Какие-то задержки. Ехали в горах, в тоннелях. В прошлом году мы дошли до Владивостока и находки. И когда спрашивают... Ну, представьте, это опыт 50 лет. И кроме того, когда вы будете смотреть, то увидите здесь, что вот открыв в конце концовка самая, здесь даются выходные данные. Видите, набор делал сам. Компьютерной мерзкой занимался сам. Я 30 тысяч часов провел за компьютером. Это Бог дает силы. Я ничего не понимаю. Вот такие помощники. Он учитель, музыкант, бард, исполнитель песен. А у моих стихотворений здесь 3467. Моих стихотворений. И они настолько необычны, что это нельзя просто взять да и написать. Вот я, допустим, открываю. Это Господь сделал так. Сейчас я покажу. Каждое стихотворение 9 куплетов. И напротив каждой строчки показано, откуда взято мысль и священо писание. А то Библию надо открыть 36 раз, чтобы стихотворение дошло. Оно событие называется экстраполяция всех тысячи давних времен на сегодня. И конкретно к тебе. И ты считаешь, Боже, как ты меня любишь. Ты сына за нас отдал. Мы представляем особую ценность для Бога. Вот это ребенку нужно показать. Кто-то изобрел шторы. Кто-то дом. Ты еще не родился, а тебя уже мир ждал. Все подготовил. Когда эта ценность есть, ему не до наркотиков будет. У нас в детском лагере, чтобы девочке даже пальцами прикоснулся. Это такое сокровище. Он должен увидеть целомудрие, стыдливость. Но девочка должна знать, мальчик это главное. Это защита, это будущий священник. Это Бог дает. И каждое утро, вот у нас в детском лагере в 5 утра подъем. Ребенок искупается, поработает. Вот весенний на конях, на лодках. Он должен все знать. Вот у вас спросить. Кто из... Ну, мобильный телефон. То есть. Кто изобретатель мобильного телефона? У меня дети знают. Мартин Коппер. А кто в интернет заходит? Дети должны знать и президента, и Бога. Кто все не должен знать? Кто? Тим Бернер Сли. В него вложи сегодня. Он понимает. А как это Тим, это Тимофей. Как он старался. Как у него не получалось. Он такой умницей. Давайте дети помолимся за него. Вот. Сколько есть слепых, немощных. Давайте вспомним о них. Помолимся. Пошли брать малину. Эта жизнь наполнена радостью должна быть. Радостью прославления Бога. Бог нас так любит. Ни национальность нас, ни вера, ничто не разделяет. Он соединяет нас с любовью ко Христу. Он умер за нас. Видите, везде крест. На шее крест. На могиле крест. На скорой помощи крест. Это высшее проявление любви. Голговской. Иисус наш Спаситель. И как молимся? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И делаем поклон перед Его величием. Мы почитаем Божью Матерь. Мы сектантам должны это указать. Она избраннейший сосуд. Они хорошие люди там в аптестрах. Но не церковь. Потому что нету ни священства. И мы должны показать. Вот у меня книга есть одна здесь. Второй том, где я работаю с сектантами. Миссионерская работа. Как беседовать? Как им рассказать о Боге? Никаких нападок в православных сектантах. Чтобы они увидели это. И они приходят когда в церковь. Это лучшие священники. Которые в моем доме бывают. Это Бог их трогает сердца. Человеку это нельзя переубедить. Ну, каждый встал на своем. Но когда я ему по Библии открываю. Он понимает. Ему не все дали, оказывается. Вся полнота это Бог дал церкви. Потому что церковь имеет 2000-летний период. А они возникли 100 лет назад. 200. Ну, в аптесты 300. Лютер 500 лет. Больше и нет. Но церковь-то. Вот Троицу отличали от основания церкви. Зашел Дух Святой. Мы не заговорили на разных языках. Вот мы ехали в разные языки. Каких только нет. Ну, как-то что-то по-английски разговаривают. Я когда-то знал немецкий. На пальце все равно договоримся. С Богом хорошо. Да благословит вас Господь. Спасибо. Если будет разрушаться библиотека, в жизни все будет. Сохраните эти книги. Народ. Я не разделяюсь с украинцами. Моя страна в грозной опасности исчезновения. Поставлены задачи истребления славянских народов. Я не согласен с этим. И поэтому я выражаю то, что мне Бог дал перед людьми. Выход есть к Богу. Бог сильно разрушит все чудовищные планы зверей. И Гитлера остановите их всех. Это Он делает. Скажите, а вы кроме благотворительности, вы где-то выступаете? Да, у меня много выступлений. Найдете на сайте, когда зайдете. Нет, а вот вы сейчас, когда в помещении... А сейчас, когда библиотекарь собирает где-то, бывает в церкви, вот сейчас мы были на Украине, где знакомые есть. А так приезжаем в библиотеку, библиотекарь соберутся. И у нас очень жесткий план, мы должны его здесь пройти. А раньше было, мы заходили 56 сел в каждый двор от администрации разрешения, в клуб или на стадионе и перед ними. Кроме того, я много лет вел три радиопрограммы регулярно. Выступал здесь, в Америке. Это Бог дает. Но самому это не сделать. Это Бог дает помощников таких. Без них шагу не шагаешь. Там шофер сидит, нас собака охраняет. Мы тоже начнем где-то в лесополосах, чтобы хоть пересмертью проснуться, помолиться. Но Бог милует нас. Слава Богу. До свидания. До свидания.